Привет! Сегодня в ролике я расскажу тебе про новые беспроводные наушники-вкладыши Vivo TWS Neo. Это модель 2020 года, обзор на которую меня многие просили сделать. К сожалению, предыдущую версию обычной Vivo TWS я не тестировал, и рассказать тебе, что же там изменилось, я увы не смогу. Зато у меня есть отличные беспроводные вкладыши PhilCC, которые на данный момент по звучанию я считаю лучшими наушниками в данном форм-факторе. И в силу того, что цена у этих двух пар находится практически на одном уровне, я считаю вполне корректным сравнение именно этих двух моделей. Итак, начнем по порядку. Поставляется Vivo TWS Neo в белой коробке из плотного толстого картона с изображением устройства на лицевой стороне и краткими техническими характеристиками на обороте. Внутри сверху лежит конверт с инструкцией и гарантийным талоном, а уже под ним в пластиковой проставке уложен кейс с наушниками. Помимо всего прочего, в комплекте имеется кабель дезарядки с интерфейсом USB-C. Как ты наверно уже заметил, я купил наушники в темно-синей расцветке с градиентом, помимо которой был доступен еще и белый цвет, который лично мне уже изрядно поднадоел во вкладышах. Зарядный кейс скруглен во всех возможных местах и выполнен из глянцевого пластика. Причем это не простой обычный глянец, а какой-то супер ультра дабл глянец. На всемирном конкурсе глянцевых поверхностей он точно бы занял первое место. Помимо того, что отпечатки пальцев на корпусе собираются еще до соприкосновения этих самых пальцев с поверхностью, он еще очень скользкий. Короче, мой тебе совет, если будешь заказывать эти наушники, то бери сразу вместе с чехлом, как это сделал я. На самом деле, я никогда не был сторонником всех этих аксессуаров под наушники, но в данном случае он тебе будет просто необходим. Крышка кейса сидит на пластиковой петле. Она здесь без доводчика и в открытом состоянии болтается, как в дешевых копиях Apple AirPods. На передней стороне зарядного кредла расположена одна физическая кнопка, необходимая для активации и подключения наушников. Индикатор состояния, который поместили над этой кнопкой в рабочем режиме, имеет только два цвета. Когда кейс заряжен больше 50%, он горит зеленым, а если осталось меньше 50%, он меняет свой цвет на оранжевый. По факту, конечно, это не слишком информативно, но в тех же наушниках PhilCC нет и такого. В кейсе установлен аккумулятор на 400 мАч, а в каждом наушнике по 25. И вот что касается времени работы от одного заряда, то на 100% громкости они отыграли у меня 4 часа и 50 минут, что для такой емкости довольно неожиданный результат, но на самом деле все объясняется довольно просто. Дело все в том, что уровень максимальной громкости в этих наушниках процентов на 30 ниже, чем у вкладышей PhilCC. Оттого я и получил такой результат, ведь чудес, как известно, не бывает. Ну а непосредственно про сам звук я расскажу тебе отдельно и уже очень-очень скоро в этом обзоре. А пока у нас на очереди сами наушники. Ты наверняка знаешь такое выражение, красота требует жертв. Так вот в этих наушниках оно работает на все 100%, ведь с виду они выглядят очень красиво, но на поверку оказались вообще непрактичными. Весь их корпус полностью глянцевый, они скользкие и маркие. Доставать их из кейса одно мучение, еще эта крышка постоянно болтается и хочет закрыться. И это я уже молчу про посадку в ухе. При малейшем движении они потихоньку начинают выбираться из ушных каналов. Так что потерять их во время прогулки можно на раз-два, а про пробежки и какие-то спортивные активности так вообще можно забыть. Эти наушники 100% не для этого. Здесь как и в случае с кейсом нужно покупать силиконовые насадки на звуководы, чтобы они плотнее сидели в ушах и не выпадали при любом удобном случае. И это не какие-то там мои придирки, это реальный факт. У меня были глянцевые вкладыши, взять к примеру те же Honor Flypods, или что далеко ходить те же Realme Buds Air, и вот они сидят нормально. А с подобной проблемой я встречаюсь впервые. Управление в наушниках сенсорное, из жестов имеются касание и поглаживание. Признаюсь честно, поглаживание по ножке наушника для меня жест неудобный, еще со времен QCYT3. Здесь проблема та же, и она никуда не делась. Случайные срабатывания во время, когда поправляешь ножку, просто неизбежны. И поверь мне, поправлять ты ее будешь часто, пока ждешь из Китая посылку с силиконовыми накладками на звуководы. Тем не менее, переназначить управление можно в приложении, но вариантов всего два, это либо двойной тап, либо поглаживание. На последнее, кстати, можно активировать только регулировку громкости. В принципе, родное приложение под названием «Наушники Vivo» больше ни на что и не способно. Здесь нет эквалайзера, активации доп. режимов, кроме возможности обновления наушников по воздуху, здесь вообще больше нет ничего полезного. Разве что можно еще отключить функцию обнаружения или присутствия наушников в ухе. К слову сказать, работает она довольно шустро и без сбоев, так что я вовсе не вижу смысла ее отключать. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как эти наушники работают в качестве гарнитуры для телефонных разговоров. Итак, проверяем работу микрофонов в наушниках Vivo TVS Neo. Вот таким образом они звучат, когда вы находитесь в машине, едете за рулем и будете разговаривать со своим собеседником с помощью этих наушников. Я сейчас буду открывать окна, чтобы создать максимум шума, чтобы посмотреть, есть ли в этих наушниках какой-нибудь шумодав. Вот так вот я открываю окна на полную, создаю максимум ветра на полном ходу, шумит все вокруг. В общем, сейчас можно оценить качество записи с этих микрофонов. Ну а теперь традиционный тест, тест с печкой. Я немножко здесь попал в пробочки, стою, но самое главное, нам же вжарить надо по полной, поэтому я буду наваливать волюме сейчас вот на двоечку, на троечку вот так вот шум и на четверочку. Вот так вот максимум шумом мы создадим искусственно и проверим, есть ли шумодавы в данных наушниках. Вот таким образом звучат микрофоны в Vivo TVS Neo. Ну а я буду, наверное, продолжать свой обзор дальше. В наушниках заявлено три аудиокодека. Это SBC, AEC и A5X Adaptive. Последний, насколько я понял, доступен только в смартфонах концерна BBK. Хотя в отзывах на Алиэкспрессе читал, что на некоторых других смартфонах, в частности Mi 9T, этот кодек также работает. Но лично я являюсь счастливым владателем Mi 9 SE, в котором хоть и есть поддержка Adaptive, но наушники все равно работают по AEC, и вручную ничего другого кроме как SBC я выбрать не могу. Вполне возможно, что с обновлением данный кодек все же будет доступен, но пока имеем то, что имеем. Тем не менее, справедливости ради могу сказать, что даже на кодеке AEC звук в этих наушниках классный. И я сейчас имею в виду именно качество самого звука, а не его громкость, про которую я уже сказал выше. Так вот, что касается частотных характеристик, то в Vivo TWS Neo настроено все идеально, по крайней мере на мой слух. Верхние частоты звучат звонко и четко, без песка. Вокал на серединках слышно великолепно, особенно он радует в женском исполнении. Ничего никуда не провалено, при обладании одних частот над другими нет. Басовая составляющая также имеется в наличии, и ее вполне хватает. По крайней мере для прослушивания электронной музыки, звук здесь очень даже хорош. И вот все бы ничего, но озвученное мной сейчас описание имеет право на жизнь лишь при одном условии. Наушники должны сидеть в ушах идеально. В противном случае хорошего звука ты не услышишь. Я сам не сразу понял в чем прикол, и лишь только после того, как надел поролоновые насадки от каких-то своих старых вкладышей, я смог все это услышать. Изначально я вообще не понял, за что я заплатил такие деньги. Ведь из-за глянца наушники плотно не садятся, как бы ты их глубоко не пытался запихнуть. Мне сложно представить человека, у которого спустя время они не выпадают из ушей. Так что, как по мне, вот эта вся история с насадками и чехлами вообще того не стоит. При прочих равных, хотя по-хорошему никаких равных в этой ситуации и вовсе нет, наушники PhilCC просто уделывает в пух и прах Vivo TWS Neo, потому как садятся отлично и без лишних костылей. Подключение наушников к смартфону происходит по открытию крышки кейса. Они работают как в паре, так и по отдельности, если один оставить на зарядке. В наушниках заявлен Bluetooth-модуль версии 5.2, что по идее должно напрочь лишить их работу какой-либо задержки. Но по факту это всего лишь маркетинговый ход, ведь помимо самого устройства, таким же модулем должен обладать и передатчик. В противном случае это работать не будет. На сегодняшний день лично я пока не знаю ни одного смартфона, обладающего подобным модулем. И вот исходя из этого, мы имеем стандартные параметры работы наушников по интерфейсу Bluetooth 5.0. В играх задержка минимальна, но имеется. И здесь я говорю лишь про кодек AAC. Вполне возможно по адептив, у тебя будет все летать, и заявленный производителем 88 мс задержки ты ощутишь на себе. Но тем не менее, в PUBG Mobile при таком раскладе поиграть все же можно, и даже вполне комфортно. Но быть может заядлых геймеров такое отставание не устроит. Я здесь повторюсь, говорю я сейчас исключительно за кодек AAC. А вот в ютубе все намного лучше, и слышимых задержек не имеется. По крайней мере при просмотре роликов, я все слышал вовремя и без отставаний. Из интересного, в этих наушниках меня удивила дальности их работы. Как выяснилось, на открытой местности они играли без обрывов, на расстоянии аж 35 метров. Подобного результата у других производителей, я если честно как-то даже не припомню. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. Несмотря на все имеющиеся плюсы в Vivo TWS Neo, я считаю их довольно компромиссными наушниками. Уж очень много в них сделано неудобно. Скудное управление, ужасно скользкий и маркий глянец, который вынуждает тебя скрывать всю их красоту за силиконовыми накладками, а также кодек APTX Adaptive, который вроде как должен быть плюсом, но на данный момент работает не на всех смартфонах, даже его поддерживающих. Плюсом ко всему, лично на мой слух, они не очень громкие, по крайней мере в сравнении с наушниками PhilCC. Я вполне допускаю, что кому-то это минусом не покажется, так что здесь особо заострять внимание не буду. Не все так как я, любят навалить волюме на полную. Если же говорить в целом и поставить вопрос ребром, PhilCC или же TVS Neo от Vivo, то лично я отдам свое предпочтение первым, так как мне нравится в них практически все. Единственное, что напрягает спустя уже время, так это невозможность узнать заряд, оставшийся в кейсе. Здесь, кстати, в качестве неплохой альтернативы, за чуть меньшие деньги прекрасно выступит вариант с Realme Buds Air, если, конечно, тебя не пугает их автономность, потому как кроме этого параметра, они ничем не хуже Vivo TVS Neo. В общем, вот такие вот мысли у меня были по этому поводу. Ну а что думаешь ты, как всегда, пиши в комментариях. А на сегодня у меня все. Спасибо тебе за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока-пока.